Они не дают людям рассуждать о том, что именно глава администрации района Сахабиев причастен к этой всей истории. Администрация безмолвствует. Чувствуете же, что не помойкой пахнет, а вот какой-то... Мы уже заезжали, но я не видел. Ну запах-то чувствуете, что не мусорный, который вывозите? Есть, есть. Почву, из которой самостоятельно выделяется нефть, не просто ее много в этом шламе, а вот она вытекает просто естественным образом, то есть ее даже выжимать не нужно оттуда. Объясните мне, пожалуйста, технологии, каким образом здесь перерабатывается нефтяной шлам и во что он превращается. Вот правее там спуск, по которому стекают жидкие нефтепродукты. То есть приезжайте сюда и понюхайте тех, кто не верит мне или там кому-то, кто свидетельствует об этом безобразии. О каком переработанном пятом классе опасности идет речь? Что придет в голову господину Сахабееву и его команде для того, чтобы скрыть вот эту историю, мы не знаем, мы боимся предполагать, куда еще они придумают прятать этот шлам. Мы понимаем, что эти люди не собираются жить там, где они сейчас работают, ровно как и ваш предыдущий глава, который обзавелся недвижимостью в Болгарии, так же и нынешний, видимо. Абсолютное большинство людей отнеслось к этому всему здраво с должным вниманием и должной тревогой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 19 мая, мы вот снова едем в город Белебей. По тому же самому вопросу, по которому мы ездили и 1 мая, прошло 18 дней. Меня очень удивила и порадовала активность местных жителей. Белебей, видимо, другой город. Люди очень активно восприняли эту ситуацию. Многие ездили, смотрели, фотографировали, следили за этой ситуацией, как говорится, вживую, на месте. Я бы хотел отметить два таких очевидных феномена этой ситуации. Это, во-первых, наличие у местной администрации интернет-троллей. Они не дают людям рассуждать о том, что именно глава администрации района Сахабиев причастен к этой всей истории. Администрация безмолвствует. Это тоже момент, который надо отметить, что никаких заявлений официальных и неофициальных со стороны администрации района не прозвучало, я имею в виду ситуацию с нефтяным шламом. Это, конечно, достаточно типичная реакция местных властей. То есть, когда нечего сказать, будем молчать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле это практически 20 с небольшим километров от Белебея. Это такой небольшой мусорный полигон, который обслуживает несколько ближайших, три, вот мне подсказывают, три ближайшие деревни, с которой свозится сюда бытовой мусор. И вот в период с 1 мая по где-то 12 мая сюда был вывезен некий объем этого бурового шлама с завода и складировался вот непосредственно вот здесь вот. Сверху присыпали это все глиной. Мусором и песком. Да, и песком присыпали. И я так понимаю, что Белебеевская администрация не стала ставить в известность администрацию Бешбуляхского района, потому что тут есть один нюанс. Именно МУП Белебеевский коммунальник обслуживает и Бешбуляхский район, как выяснилось, в плане вывоза и складирования мусора. И я так понимаю, что вот воспользовавшись такой конфигурацией между районами, да, вполне возможно, что Бешбуляхская администрация вообще не знает, что здесь происходит. Скорее всего, что так. Да, что вот сюда вывозился этот шлам и прочее. Но при этом воспользовавшись вот тем, что МУП Белебеевский коммунальник обслуживает два района, они решили распространить этот шлам на все возможные ямы, свалки и так далее, да. То есть вот отсюда были взяты образцы, да. Это было 12-13, по-моему, мая. И эти образцы сейчас переданы в лабораторию. Мы намеренно не будем называть лабораторию, в какую, да, сдали. Через сколько времени будет примерно готов результат? Ну, начало той недели уже, наверное. Ну, то есть в пределах там 7-10 дней результат должен был быть. Может, даже раньше. Мы не будем называть эту лабораторию, чтобы исключить воздействие администрации Белебеевского района. Но единственное, что я могу сказать, что это официальная государственная лаборатория, которая не будет, как бы, искажать эти результаты, потому что, ну, в принципе, ей это не нужно. Да, надеюсь, что не нужно. И надеюсь, что Белебеевская администрация не заинтересует руководству этой лаборатории в искажении результатов. Мы точно не знаем, какой объем шлама сюда вывезли. Несколько грузовых автомобилей. Лично, когда мы обнаружили, это было порядка 7-8. 7-8 машин, да. Так, сегодня, 6 мая 2018 года, я, Давлет Шензавельмин Азипович, находимся мы на свалке в Бешгулякском районе, село Михайловка, рядом в деревне Игнашкино, начало реки Иг и недалеко, в деревне Пушуга. Нам стало известно, после скандального видеоролика, где о том, что на территории Белебеевского оборудово-механического завода был заскладирован нефтешлан, сегодня дошла информация, что его оттуда в экстренном порядке вывозят. Предпринимательными усилиями мы вышли на след, и дорога привела на свалку вот эту вышеназванную. Здесь мы обнаружили следы груженных машин, по этим следам приехали, заранее подготовленный овраг на территории, посередине свалки, и нефтешлан, следы нефтешлама я обнаружил, который присыпан сверху бытовым мусором, твердыми бытовыми отходами. Здесь участвует, скорее всего, наш коммунальный Белебейский, потому что он обслуживает Бешгулякский район тоже по вывозу мусора, и это преступление, это явное преступление сокрытия следов того преступления и совершения нового преступления. Сейчас я буду брать образцы для анализа. Я уже чувствую, что по роду денег на работу, я с этим работаю. Ненависимые эксперты оценят, что творят наши теновники. То есть это, учитывая рыхлость грунта, где-то порядка, наверное, 100 кубометров, да? То есть если так вот, 100-110 кубометров, вот этого добра здесь. Значит, здесь был вот сложен бытовой мусор, вдоль обрыва, скажем так, бытовой мусор именно. Потом камазы вот сюда сваливали, сверху засыпали бытовым мусором, песок сейчас появился. То есть вы говорите, что мусор был заранее приготовлен? Скорее всего, что так. Интересно. Заранее был приготовлен мусор, свалили сверху мусором, а песок вот недавно засыпали свежий. Вот зачем, интересно, да? То есть с точки зрения складирования мусора наполнять этот объем грунтом совершенно непонятно зачем. Наоборот, обычно грунт изымают, засыпают туда мусор, потом сверху чем-то закрывают. А вот это вот очень странное. Ну и запах вот сейчас. Запах я чувствую, да. То есть именно не мусорный, а именно нефтяной, да. Нефтяной связан, чувствуется его. Да, да, да. Конечно, микрофон не передать, но... Вот я в прошлый раз тоже говорил, что запах на заводе, который мы там уловили, но там совершенно чудовищный стоял запах, конечно, там целая лужа этой нефти была. Кстати говоря, которая очень понравилась корреспондентам БСТ, да? Здесь вот километра два, даже не больше, наверное, два километра село Новомихайловский. Здесь километры три деревни Игнашкино, где берет начало река Ик. Ик впадает в каму. Дальше уже сами фантазируйте, что может произойти. А песок в воду пропускает. Да, это... На ура все это... Проникает это все хозяйственно. В воды попадать. Да, да, да. Вот оператор мусорного... Да. ...трактора. Здрасте. А вы откуда сюда мусор возите? Ну, с населения. Ну, а с какого населенного пункта? Новомихайловка. Новомихайловка? Да. Вы видели, когда сюда Камазы приезжали? Большие, желтые. Нет, не видел. Ну, не сегодня. Недели две назад. Нет, не видел. Понятно. А запах вот нефтяной откуда такой? Ну, чувствуете же, что... Да, есть что-то. Не помойкой пахнет, а вот какой-то... Ну, может, заезжали, но я не видел. Ну, запах-то чувствуете, что не мусорный, который вот вывозите? Есть, есть. А вот скажите, зачем вот эту землю сверху насыпали? И кто это? Не вы же насыпали? Нет. А вот ее же... Мусор же не смешивают с землей. Просто насыпают и все обычно, да ведь? Наверное, я даже не знаю. Кто-то... Мусор был, сталкивали его. Ну, вот прямо видно, что сверху присыпали землей зачем-то. Непонятно. Это кому-то ведь не лень было? Это же заниматься надо, да? Работать, да. Ладно, тогда я заеду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Ну там вон видно что Вон черное старое Вот это уже новое нагребли То что светлее Вот мы опять на территории Белебеевского опытного Механического завода То место с которого мы начали Прошлый наш репортаж Из Белебея Здесь многое изменилось У меня такое ощущение что Объем здесь прибавился Вот та часть которая вот дальняя Она осталась на месте И вот здесь вот этого всего не было Если вы сравните кадры Именно сюда приезжало БСТ Чтобы рассказать как здесь все замечательно И прекрасно с точки зрения безопасности Где здесь Оборудование для переработки Нефтяного шлама Объясните мне пожалуйста технологии Каким образом здесь перерабатывается нефтяной шлам И во что он превращается Вот правее там спуск По которому стекают Жидкие нефтепродукты И буквально вот 10-20-30 может быть метрах Отсюда начинаются садовые участки Мы сейчас еще снимем Вот оттуда из-за стены завода Будет видно Не более чем в километре отсюда Жилой новый микрорайон Застройки Где жители Белебея строят себе частные дома Коттеджи и так далее Честно говоря я ожидал увидеть Здесь на заводе Уже уменьшение этого объема Из числа того что они развозили По этим деревням и котлованам Но тут что-то странное творится Здесь такое ощущение Что не уменьшилось А увеличился объем этого всего Безусловно никто не собирается Отсюда никуда ничего возить Я так понимаю Все это здесь лежит По составу это абсолютно идентично Тому же что мы Вот только что видели На полигоне ТБО Города Белебея В общем я так понимаю Что администрация Белебеевского района Сконцентрировалась И все свои усилия направила На то чтобы заболтать И объяснить эту ситуацию А никак не исправлять ее Или не искать виновных В общем ситуация еще хуже Чем была 1 мая Вот непосредственные близости От завода Вот уже дачные участки Тут расстояние измеряется Десятками метров пожалуй Вот чтобы сориентировать На местности тех кто смотрит Вот отсюда по прямой Меньше километра Новый жилой микрорайон Чуть левее Пару километров Полигон ТБО Где мы снимали Вот эту гигантскую кучу Нефтяного шлама Несколько десятков метров Вот здесь видно крыши Это Приусадебные участки Сады И вот Завод На котором свалено Достаточно большое количество Этого нефтяного шлама Обращаю внимание Что с потеплением Эта куча просела Она уже вышла За пределы завода Между прочим Вот сейчас мы находимся За территорией завода А шлам уже Проник Сюда В поле Дерево вот торчит Из Прямо из этого нефтяного шлама Я так полагаю Что судьба этого дерева Уже Понятно Да И вон те тоже растения И прочее Все это погибнет Но обратите внимание Еще раз Эта куча ползет За территорию завода Прошло Больше Двух недель С того момента Как мы этот вопрос Подняли Не стало лучше А стало по-моему Хуже Потому что Еще раз повторю Все усилия направлены Только на то Чтобы эту Тему закрыть И не обсуждать А не Ликвидировать последствия Вот этого безобразия И поискать виновных Перефразируя Остапа Бендера Как говорится Киньте в меня камень Кто скажет Что это Переработанный Нефтяной шлам Потому что Он не только на запах Он и на ощупь Вообще Пропитан нефтью Посмотрите Это абсолютно Черный грунт Пропитанный Черной нефтью То есть О какой Дезактивации Вообще может идти Речь То есть Приезжайте сюда И понюхайте Те кто не верят Мне Или кому-то Кто свидетельствует Об этом безобразии О каком переработанном Пятом классе Опасности идет речь Ну я надеюсь Что результаты анализов Нам поставят точку Вот в этом споре Вредная эта вещь Или полезная По мнению БСТ например Отдельно Насчет полезности И безвредности Вот этого вещества Я приглашаю Корреспондентов БСТ Которые здесь Восхищались Тем Насколько это все Приятно и прекрасно Забраться вот прямо Наверх туда Я уверяю Что они провалятся По пояс Вещество это Достаточно Жидкое И зыбкое Я вот себе Уже погубил Туристическую обувь Пытаясь Куда-то Пробраться И пускай они Вот оттуда Сверху С этой горы Расскажут нам О том Насколько это все Безопасно Насколько это полезно Для здоровья Жителей Белебея Насколько С этим всем Вот можно мириться И по мнению Местной администрации Еще и нужно мириться Субтитры создавал DimaTorzok Что мы увидели на свалке села Новомихайловка? Мы увидели совершенно безобразный факт Попытку скрыть Часть этого Нелегального Нефтешлама Который лежал На заводе Вот на свалке Этой деревни Однозначно Подобная история Не могла произойти Без Участия Согласования И оповещения Администрации Белебеевского района Однозначно Бросается в глаза То что Люди Пытаясь скрыть свое преступление Уже начинают заражать земли Соседнего района Я полагаю Что администрация Бешбуляхского района Не знает о том Что произошло Потому что МУП Белебеевский коммунальник Он обслуживает И Белебеевский район И Бешбуляхский район И в общем-то Я так понимаю Они особенно Отчитываются Перед властями Бешбуляхского района Соответственно Вывоз мусора В сопредельный район Это Фактически Эскалация Заражения Земель Вокруг Вот этого всего События Развозят малыми порциями По 8-10 камазов Мы На данный момент Выяснили Уже вот Три точки Точно Куда вывозили Еще в две точки Мы сейчас попросили Проехать местных жителей Они уточнят Был ли факт Вывоза туда Этого шлама Но Возмутительно то Что история С тем Что этот шлам Был обнаружен Обернулась тем Что этот шлам Начинает распространяться По землям Белебеевского района И сопредельного Бешбуляхского района Что придет в голову Господину Сахабееву И его команде Для того Чтобы скрыть Вот эту историю Мы не знаем Мы боимся Предполагать Куда еще Они придумают Прятать этот шлам Чтобы скрыть Собственное преступление Что в этот раз Мы увидели На полигоне ТБО Города Белебея Мы собственно Увидели ту же самую Картину С той разницей Что Замерзший грунт Уже растаял Выделение Нефтепродуктов Из этих Гигантских Черных гор Усилилось Я провалился Чуть ли не по колено В эту Практически Жидкую субстанцию Еще раз повторю Что я готов Бросить камень В того Кто мне скажет Что это Не буровой Нефтешлам А какое-то Обеззараженное Вещество Потому что Запах Который Источает Эта огромная С полигоном Объем Там самый большой Из выявленных Гигантский объем И Жидкие субстанции Начинают Потихоньку Вытекать В сторону Полигона ТБО Все это Видно На наших кадрах Спорить с этим Абсолютно Бесполезно Я не знаю Только слепой Может не видеть То что происходит Запах К сожалению Не передается Через камеру Но все желающие Могут отправиться На полигон ТБО Города Белебея Если вы станете Лицом к проходной То справа от вас Будет две огромные Черные кучи Нефтяного шлама Который там сложен Теперь о том Что мы увидели На территорию Завода Белебеевский Опытный механический Завод Честно говоря Я был удивлен Я ожидал Что объем Нефтяшлама Который там был Складирован 1 мая Уменьшился За счет того Что развезли Вот по этим точкам И куда-то еще Однако мы видим Совершенно противоположную Картину Объем Вещества Который складируется Под открытым небом На открытой площадке На необорудованной Территории Увеличился Есть предположение О том Что была попытка Там Посыпать его То ли известью То ли еще чем-то Я не знаю Из каких технологических Соображений Они исходили Но это Абсолютный бред Вытекание Оттуда Всех жидких Субстанций Происходит В соседних Садовых Участках В принципе Совершенно Отчетливо Ощущается Запах От этой кучи Единственное Что было сделано Это восстановили Одну секцию забора И повесили замок На ворота В целом Ситуация не изменилась И продолжает Воздействовать На экологию города Еще раз скажу Что складирование На территории Этого завода Абсолютно Непонятный ход Что предполагалось Делать с этим шламом На заводе Непонятно Потому что вообще Нет никакого оборудования Более того Оборудования Для утилизации Нефтяных шламов Вообще нету На территории Белебеевского района И еще раз сообщу о том Что в федеральном реестре Хранения отходов Город Белебей И Белебейский район Не числятся вообще То есть это Говорит о том Что подобное Складирование Опасных отходов Абсолютно нелегальное Абсолютно криминальное И то Та попытка Скажем Предпринятая Властями района Увести в сторону Дискуссию Попытаться ее Замолчать Перебить ее Какими-то нелепыми Сюжетами БСТ Она безусловно Не дает никакого результата Но особенно печально Наблюдать то Что все усилия Администрации Брошены на то Чтобы Нивелировать эту проблему На то Чтобы заболтать ее Увести в сторону Объяснить людям Насколько это все Безопасно Приятно и полезно А не на то Чтобы искать выход Искать решение И простите Искать виноватых Потому что Сговор между Администрацией района Вот этой коммерческой фирмой Которой занимается Утилизацией отходов И сотрудниками МУП Белебиевский коммунальник Абсолютно очевиден Кроме того Что у фирмы Есть прямые договорные Обязательства Заключенные между МУП Белебиевский коммунальник И Нижневартовской Экологической компанией Кроме этого Подобного масштаба Деяния Мы уже много Об этом раз говорили Не могли произойти Без ведома Главы Белебиевского района То есть Все вот эти жалкие попытки Объяснить, что он там чуть ли не сам Возглавил борьбу с этой ситуацией Это на самом деле смешно Но Можно это зачесть Как некую попытку Лукаво уйти от ответственности Надеюсь, что Те, кто будут разбираться В этой ситуации Досконально И добросовестно Будут игнорировать Подобные вещи И подобные жалкие попытки Изобразить борьбу За экологию города Белебиев Кроме того На прошлой неделе В Белебиев Приезжала Некая группа Из прокуратуры Республики Насколько я знаю По обращению Депутата Госсобрания Надеюсь, что В ближайшее время Мы сможем Ознакомиться С тем заключением Которое сделала Прокуратура Республики Я очень надеюсь Что местная прокуратура Не нашла общего языка И не попыталась Убедить Республиканскую прокуратуру Бездействовать И в общем Конечно Мы сейчас ожидаем Некой реакции Государственных органов власти В первую очередь Региональных На вот эту ситуацию Сложившуюся в Белебее Потому что Отчетливо Становится понятно Что местные власти Белебеевские власти Администрация Белебеевского района Не намерены Конструктивно подходить К решению этой проблемы А намерены Только отмазываться Уходить от ответственности Выводить из-под ответственности Персональную главу Которая участвовала Безусловно В этой операции Но на большее Они не способны Потому необходимо Вмешательство Если не федеральных Структур То республиканских Если не сработают Республиканские Будем стараться Подключить федеральные Я был приятно удивлен Реакцией жителей Белебея На всю эту историю Абсолютное большинство Большинство людей Отнеслось К этому всему Здраво С должным Вниманием И должной тревогой Жители Белебея Беспокоятся За экологию Своего города И своего района Тем не менее Администрация Белебеевского района Не прекращает попытки Закопать этот шлам Попрятать его Сделать так Чтобы никто Ничего не знал Мы понимаем Что эти люди Не собираются жить Там где они сейчас работают Ровно как и ваш предыдущий глава Который обзавелся Недвижимостью в Болгарии Так же и нынешний Видимо Планирует съехать Там в Уфу А может быть И куда-нибудь подальше И оставить вам Вот этот зараженный Район и город Я обращаюсь К жителям Города Белебея Вы видите Все что происходит Вокруг Если вдруг Вы понимаете Что происходят Какие-то события Связанные с перемещением И перепрятыванием Вот этих вот Отвалов Нефтяного шлама Фотографируйте Записывайте видео Присылайте нам Мы будем очень благодарны Тем самым Вы поможете Сложить общую картину И мы вместе Не дадим уйти От ответственности Тем кто натворил Вот это безобразие В городе Белебея Редактор субтитров А.Семкин